Ну что, дорогие друзья, сегодня будет два коротких урока, коротких. Один по недельной главе и один по Мишлей. Значит, сейчас по недельной главе. В этом отрывке глава Эков, значит, Мошарабейна рассказывает такую вещь интересную. Он говорит, что когда я спустился в третий раз, в третий раз я спустился с горы Синай, то Бог сказал мне сделать ковчег для скрижали, для вторых скрижали. Напоминаю, как развивались события. Когда Мошарабейна поднялся первый раз на гору Синай, он был там 40 дней, и он получил от Всевышнего скрижали. Это были саппировые скрижали, которые, можно сказать, материализовались из духовного мира, и на них было написано 10 заповедей. Вот Мошарабейна спускается с этими скрижалями, и что он видит? Он видит, что еврейский народ сделал золотого тельца. Часть. Это не было весь еврейский народ. Мы видим, что инициаторами было 3000 человек. Именно 3000 человек левиты убили зачинщиков, те, которые сделали это и дало поклонство золотого тельца. И что было очень интересно, что после этого... Зачем они сделали золотого тельца? Напоминаю, они хотели материальное изображение, материальный символ, который отражал бы божественное, которое переходит в материальное. То есть есть материальный мир, есть духовный мир. И материальный мир – это проекция духовного мира, отражение духовного мира. Но когда ты говоришь о боди, о духовности, и ты понимаешь, что нет там ни изображений, нет там никаких бесконечностей, ни времени, ни пространства, очень тяжело человеку своим ограниченным умом – это понять, осознать и охватить. И они тогда хотели какой-то символ. То есть кто был Маша Рабену? Человек – это соединение духовного и материального мира. То есть в человеке есть материальное тело и божественная душа. И вот в этом соединении мы с вами живем, существуем, как-то функционируем. Теперь мир – это то же самое. То есть есть материальный мир, и есть у мира наполнение – это Бог. Да, божественное, духовное, духовное... Не знаю, что это наполнение, да, Бог наполняет мир. Мир находится в божественном. То есть божественное первичное, а мир – это вторичное. Теперь они хотели, чтобы был вот этот золотой телец. Это был символ. Они говорили, пускай он идет перед нами. То есть они хотели, чтобы он был вместо Моисея, вместо Маша Рабену. Теперь что получается? Получается, что Маше спустился с горы. Видит, они это сделали. Уничтожили всех зачинщиков. И он обратно поднимается на гору. Бог ему говорит на горе Синаи – я сейчас уничтожу весь Игрести народ вообще без следа. Я оставлю только тебя. И из тебя, значит, пойдет новый народ. Маше говорит – нет, тогда меня тоже стирает. Так не работает. То есть да, они ошиблись, да, бывает, да то, да то. Но он молился 40 дней на горе Синаи. 40 дней он молился для того, чтобы Всевышний изменил вот эту программу, чтобы всех уничтожить. Значит, он спускается через 40 дней и говорит всем, что Всевышний не будет вас уничтожать. Но надо вернуть ситуацию обратно. Это то же самое, что происходит, когда человек раскаивается, делает шува раскаяния, да. Он сожалеет о том, что было. Он обещает, что прям сильно страдает, что это было. И он не хочет, чтобы вообще никогда в жизни это повторялось. Но потом, что он должен сделать? Потом он должен принять решение на будущее. Он хочет, чтобы ситуация не просто вернулась туда, где она была, а стала лучше, чем она была до этого. И Машер Абейну поднимается третий раз на гору. И Всевышнему говорит, что дай нам заново, дай скрижали, дай заповеди. Бог говорит, нет, скрижали сделай сам. Сделай также для них ковчег. А я запишу заповеди. И когда Машер Абейну третий раз поднялся на гору и через 40 дней спустился, он был три раза по 40 дней, то он спустился с новыми скрижалями, которые он сделал сам. Они были уже не сапфированные, они были каменные. Он сделал две каменных доски, и на них появилась голограмма из духовного мира, материализовались 10 заповедей. И вот Машер Абейну напоминает об этом еврейскому народу и говорит, вот вы согрешили тогда, как вы делали, как вы могли. То есть он, вся книга дворим, он увещевает, он говорит о тех ошибках, о тех сложных моментах, которые были, начиная от выхода из Египта, 10 раз гневили Бога, 10 раз не зашли в землю Израиля, значит вернулись на 40 дней в пустыню. То есть все это было постоянно повторялось и повторялось. То же самое происходит в жизни каждого из нас. В какой-то момент духовность, ты поднимаешься на высоту и думаешь, все вообще, я все понимаю, я святой. Потом проходит какое-то время, ты вообще себя не узнаешь, яма, падение. Потом опять, это жизнь, вот такая она жизнь, вот такой он этот мир, так Всевышний это сделал, специально для того, чтобы у нас с вами была возможность, была возможность, как говорил царь Соломон и царь Давид, он папа этому научился, 7 раз праведник упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. Значит, вот то, что сегодня из этого отрывка можно выучить, то, что глава Эков. Очень здесь интересно, что скрижали, это метафора, это как бы квинтэссенция всей Торы. И то, что с нами происходит, когда мы изучаем Тору, это как будто бы Всевышний, слова Торы это как от Всевышнего дойдет, как будто бы он пишет на скрижалях сердца. Что такое скрижали сердца? Что такое скрижали сердца? Это твоя готовность принять. То есть, если у тебя есть сильное желание соединиться со Всевышним и принять Тору, значит, Всевышний ее тебе дает. Если нет, то нет. И об этом как раз сегодня вторая глава, сегодня 2 августа мы будем изучать вторую главу Мишлей. И там как раз именно об этом три отрывка я выбрал. Ну, в следующем, в следующем коротком уроке, значит, будет Мишлей 3 отрывка. И мы разберем как раз вот этот момент, как Всевышний технологически, технически, как он открывает свое знание, как оно переходит на уровень восприятия, постижения. Все это мы узнаем в Мишлей. Тоже я помню, еще завтра попробую провести прямой эфир уже, замерите. И если не получится, то сделай тоже короткий урок в записи. Очень важно учить Тору каждый день без перерыва. И будет все великолепно. Все. До встречи. Ну что, дорогие друзья, шалом. Продолжаем изучать Мишлей, кричи царя Соломона. И сегодня у нас вторая глава. 2 августа, вторая глава. И мы сегодня давайте рассмотрим два отрывка. Четвертый отрывок и пятый отрывок. Значит, четвертый отрывок Мишлей, он звучит так. Если ты будешь искать, просить, как серебро, и как сокровище будешь искать, значит, говорит нам царь Соломон такую вещь, что отношение к Торе, отношение к знанию, отношение к Богу, оно является определяющим в том, что ты получаешь. То есть у человека есть свобода выбора, и он может направить свою силу, свое желание, свое намерение, куда он хочет. В этом человек абсолютно свободен. И Бог не ограничивает человека в этом. Значит, это основной принцип, да, наказания и награды. То есть если бы не было свободы выбора, не было бы тогда ни наказания, ни награды. То есть все предопределено за что. За что давать награду и за что наказывать. Поэтому отношения человека с Богом определяются тем человеком. То есть человек может выбрать или идти в сторону Всевышнего, или не идти. Но весь вопрос, как идти. Говорит царь Соломон, что для того, чтобы постигнуть божественную мудрость, нужно к ней стремиться просить ее, как люди просят серебро. Значит, как люди просят серебро. Весь мир куда-то ездит, весь мир работает. Большую часть жизни, большую часть времени человек работает. Ради чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги. Без денег этот мир не двигается. Деньги, интересно, на арамейском языке, не на иврите, на арамейском языке. Дам – это кровь. Внутри тела у человека течет кровь. Если эта кровь перестает в теле двигаться, то человек умирает. То есть кровь, написано, что в крови душа. Да, нефр – животная душа, она в крови. Теперь, значит, деньги на арамейском языке – тоже слово. Абсолютно так же пишется и так же читается – дамим. Дамим – это деньги. Значит, деньги движут миром. Все вот эти города, все построено. То есть не было бы денег, не было бы этого движения. Теперь, говорит царь Соломон, такую вещь. Если ты будешь божественную мудрость искать, как люди ищут серебро, и искать ее, как люди ищут сокровища, значит, в чем разница между сокровищем и серебром? Серебро – это имеется в виду каждодневные такие, да, доходы, расходы, то, что люди зарабатывают. В сокровища есть такие люди, которые, они говорят, нет, меня не интересуют мелочи. Меня в жизни интересуют только журавли в небе. Я хочу найти уже, если деньги, так миллионы, миллиарды. Я буду искать там какие-то сокровища, я буду искать какие-то стартапы, проекты. В единороде, да, есть такое слово, есть люди, которые ищут единорогов, да, сказочного персонажа единорога для того, чтобы найти какой-то миллиардный стартап. И вот, значит, получается, интересна такая вещь. Царь Соломон говорит, если вы будете искать божественную мудрость и духовность, как люди ищут серебро и сокровища, то… Пятый отрывок. Пятый отрывок звучит так. «Аст, Тавин, Ирата, Шемпы, Дараты, Владимир, Тимса». Когда ты поймешь, Ирата, Шемпы, когда ты поймешь страх, трепет перед Богом. Вообще, когда мы говорим о Боге, мы говорим о чем-то совершенно бесконечном, абстрактном, непонятном, непостижимом. Бога нельзя постигнуть. Это как бы основа, кто такой Всевышний, кто такой Творец, да, Творец Мироздания. Это тот, кто бесконечный, который всегда был и всегда будет, в которой нет у него никаких описаний. И весь мир существует, потому что, ну, мы опять же, когда мы говорим любое определение, касаемое Бога, это просто попытка человеческим своими какими-то метафорами объять необъятное. И вот, значит, когда мы говорим про Бога, что Он захотел, и возник мир, Он сказал, и возникло Мироздание. В этот момент, значит, мы не уподобляемся Ему, да, мы говорим, Он такой же, как мы. Мы своими словами творим мир, мы своими желаниями двигаемся по жизни. То есть человек, в этом и есть подобие, человек подобен Богу, что Бог захотел, появился мир, Он сказал, и мир появился. Мы точно так же захотели и двинулись в сторону Бога, захотели, двинулись в другую сторону, сказали, я буду выполнять заповеди. Начали выполнять, сказали, не буду, не начали выполнять. Теперь есть такое понятие у человека, называется Ирата-Шем, трепет перед Богом, да, то есть, когда мы думаем и пытаемся своим умом, да, вот просто сосредоточиться на мысли, что Он бесконечный, и вся Вселенная существует в Нем. И вот эта вот точка большого взрыва, которая была, это просто его было мини-желание. В этот момент мы начинаем прикасаться к тому, что называется Ирата-Шем, Аз, Тавин Ирата-Шем, Ведаат, Элоким Кимца. Мы знаем, что Всевышнего в Торе мы обозначаем несколькими такими названиями. Ашем, Ют Кей Вав Кей, это имя непостижимости, имя Творца. Элоким Всесильный, это все силы, это как природа, Вселенная, набор всех уже сотворенных законов, которые двигают этим миром. Говорит царь Соломон, если ты будешь искать божественную мудрость, как люди ищут серебро и сокровища, тогда ты поймешь трепет перед Богом, как это работает. То есть, ты, твое внимание, твое желание, оно не будет рассеяно и расфокусировано, оно будет сосредоточено на источнике всего, на том главном корне, из которого существует все мироздание. Ведаат Элоким Кимца, и ты постигнешь, как Всевышний управляет миром. То есть, в этом и является суть, вот мы изучаем Мишлей, для того, чтобы постигнуть, как работает эта система, постигнуть волю Всесильного. Элоким Всесильный, это все силы, как Бог управляет миром, по каким законам. Всесильный, это ограниченные, четкие законы, по которым работает мироздание. Ашем, Бог, Творец мироздания, это тот, кто дает силу, дает жизнь, дает безграничную энергию, которая структурируется через законы, то, что мы называем Всесильное. И в итоге мы имеем внизу проекцию, это наш с вами мир, в котором мы живем. И мы имеем возможность, если мы начинаем изучать Тору и двигаться своим желанием в сторону Всевышнего, мы имеем возможность на третье рождение перейти из этого мира, когда мы уходим, перейти в духовную сущность, которую мы сами строим своими мыслями, своими действиями, изучением Торы, заповедями и добрыми делами. И получается такая интересная вещь. Но и в этом мире мы учили в Мишли, и дальше это будет. То есть тот, кто изучает Тору и действует, он действует правильно. Вся вторая глава, она о том, что тот, кто действует правильно, у него все хорошо. Тот, кто действует неправильно, у него все плохо. Что такое правильно? Неправильно это, когда ты идешь в резонансе с волей Всевышнего. Неправильно это, когда ты идешь против воли Всевышнего, и Всевышний он ждет, потому что человек же он многогранный, как Всевышний многовекторный, так же каждый из нас многовекторный. И тут ты идешь по воле Всевышнего, тут против воли Всевышнего, тут ты сделал хорошо, тут сделал плохо. Из-за того, что человек тоже он многовекторный, то Всевышний установил время, когда можно исправить все свои неправильные действия с помощью чубы и раскаяния. Все, с Божьей помощью завтра продолжим. Всего хорошего, удачи, успехов и до завтра.